Сидев на Xbox с момента Xbox 360, я никогда бы не смог представить, что у данного бренда могут быть какие-то проблемы. Сама консоль по своей сути, геймпад, технологии видеокинекта, это было то, что заставило многих полюбить эту консоль, стать любителем данного бренда, и я по сути не исключение. Я активно сижу на Xbox с года 2008, мне очень нравится их политика, сама консоль в целом, и нравились все идеи, которые они предлагали. И как вы помните, во время Xbox One у меня любовь к этому всему стала еще сильнее, ибо во время восьмого поколения команда Xbox сделала именно ту консоль, о которой я все время мечтал. Более удобный геймпад, более новый кинект, еще больше мультимедиа, еще больше самых главных игр и продолжение моей любимой франшизы Gears of War, которая ебатила меня обойти именно на стороне Xbox. Но вот, наверное, именно со времен Xbox One многое у зеленой стороны пошло как-то под откос. Люди совершенно не поняли идею консоли, продажи были слабые, многие почему-то вдруг решили, что на нее нет игр, и в целом все шло по наклонной, пока не появилась подписочка Xbox Game Pass. С помощью которой интерес к консоли стал неожиданно повышаться с каждым разом, поскольку не за такую большую плату вам предоставляется просто огромный список игр, который даже и не снился во времена седьмого поколения. Но время идет, тенденции меняются, я думаю, что на данный момент многие из нас немножко понимают и чувствуют, что с Xbox стало что-то не так. И сегодня я хотел бы с вами об этом поговорить, в чем, собственно, проблемы, и почему я отчасти верю в то, что Xbox действительно может умереть в будущем. Перед началом видеоролика не забывайте ставить лайки, чтобы Xbox все-таки не помер за бач у вас так сегодня. Не забывайте подписываться на канал, конечно же, писать свое мнение в комментариях. И да, если вы не знаете до сих пор, где купить подписочку или игры для своего Xbox, то можете сделать это через ребят из X-Game, ссылочка будет в описании. Новичок, который либо перешел, либо только-только купил свою первую консоль под названием Xbox, вряд ли поймет и заметит то, что замечают уже довольно-таки давние игроки, и вряд ли он будет согласен с тем, о чем я сегодня вам расскажу. Для новичков мир Xbox, он действительно, я бы сказал, один из лучших миров игровой индустрии, ибо он самый доступный и в то же время самый актуальный. Покупая зеленую консоль, особенно серии SS, никогда ранее не играй в игры или же при наличии уже не такого классного ПК, это просто лучшее приобретение. Вы за все про все потратите около 30 тысяч и по сути будете играть в те же самые игры, что и ребята с консолями за 50 или с ПК, там, к примеру, за 300к. Да, понятное дело, что у вас есть некие ограничения в плане разрешения, иногда количество кадров, но так или иначе вам дают самое главное, возможность играть во все новинки в один ряд со всеми. Мы сейчас не разбираем тему графодрочества и так далее, а берем просто рядового потребителя, который просто хочет поиграть по вечерам, и таких, если честно, очень много. Та же самая подписка вам дает возможность опробовать огромный список игр, как и новых, так и старых, и в целом в этом году подписка, я бы сказал, что полностью себя окупила. Ну, если посмотреть на новинки, которые добавились в этом году, но, знаете, проблема кроется в том, что такое вот отношение и ощущение вау от мира Xbox, оно есть только у новичков, либо у тех, у кого проекты Sony просто уже заколебали. Но тут я хотел бы помыслить немного глобальнее, рассказать о том, как бренд менялся и какое к нему было отношение. Чтобы вы понимали, я сейчас вижу реально большое количество людей, которые пишут, мол, чуваки, я продал Xbox, собрал себе ПК или там перешел на плойку и капец там кайфую. Да, конечно, встречаются люди, которые с плойки переходят обратно на Xbox, но почему-то встречаются они намного реже, чем другие. И тут, пожалуй, ответ крайне прост, Xbox как консоль, она с каждым разом теряет свое УТП, то есть уникальное товарное предложение. Этот термин, он из маркетинга, я просто учился на это направление, и он означает, по сути, некую уникальную ценность товаря. К примеру, тот же iPhone 15. Для многих, может, не особо вообще нужно покупать новый смартфон сейчас, но так или иначе, Apple создает байт это сделать каждый раз, каждый новый год, и он создает то самое УТП в новой модели. Чтобы вы понимали, iPhone тоже попытается сыграть в гейминг, и уже в конце октября для iPhone 15 Pro и Pro Max выйдет Resident Evil Village. И для тех, кто хотя бы задумывался о покупке нового смартфона, и в то же время хотел бы попробовать поиграть на нем в такие игры, скорее всего задумается, а не купить ли мне новое устройство от Apple. Кстати, если вы хотели бы обменять свой старый iPhone, или же продать без каких-то проблем в виде создания объявлений, бесконечных и бессмысленных звонков и торгов от тех, кто хочет приобрести его, то можете воспользоваться сервисом Pedant Market, который просто выкупит ваш телефон без всяких проблем. Вы можете либо отнести его на точку, по России их более 500, либо же к вам приедет курьер и выкупит ваш смартфон за 20 минут, переведя вам деньги сразу же на карту, что очень удобно и самое главное беспроблемно. Стоимость вашего iPhone можно легко определить через калькулятор на сайте, просто заполнив форму, и в целом это действительно хороший и удобный способ продать свое старое устройство, или же давно лежащее без дела. На вырученные деньги можно купить что-то полезное, либо более новую модель айфона, у ребят кстати тоже это можно сделать, и по промокоду JumboMax вам дадут еще и скидку в 500 рублей. В общем, если ты хотел бы быстро и без проблем продать свой айфон, то переходи по ссылке в описании и используй сервис Pedant Market. Но вернемся к Xbox, те же консоли, если брать к примеру Xbox 360, тянул потребителей к себе за счет лучше работающих игр, за счет эксклюзивов, за счет своих каких-то франшиз и даже супер мега инновационного кинекта в свое время. Но если же посмотреть на Xbox Series, то он попытался притянуть к себе за счет терафлосов и за счет той же самой подписки, которая была на Xbox One. Сначала все думали, что это то, о чем многие мечтали, но тенденции в целом время это такая сложная штука, за которой нужно попытаться успеть, и у меня такое вот ощущение, что майки просто не успевают в большинство этих тенденций. Объясню, о чем я говорю. Вспомните начало восьмого поколения, когда PlayStation 4 была в глазах геймеров более крутой консоли, поскольку она была чуть мощнее за счет терафлопс. Xbox там проигрывал, имел более низкое разрешение, но в 2018 году он чутка ожил, выпустил Xbox One X, где терафлопсов было уже больше, была подписка, это кстати продлилось не так долго, ибо промежуточные консоли прожили мало. В итоге в девятое поколение майки делают ход конем, выпускают снова супер мощную консоль в мире, опираясь на терафлопсы, плойка остается на бумагах позади, но что мы видим в итоге? Некоторые игры, даже несмотря на те самые терафлопсы, на которые все надеялись, просто стали идти хуже на Xbox, или же почти не иметь отличий в сравнении с плойкой. Эксклюзивы тоже не дают ахнуть в плане графики, и тот самый ключик в виде терафлопсов просто обнулился ходом от Sony и лучшей оптимизации проекта. Не знаю, достаточно вспомнить протокол Калисты и сравнить. Как по мне, самое уникальное предложение именно Xbox получилось опять же не в виде 12 терафлопс, как некоторые предполагали, а именно в Xbox Series S, и это, кстати, подтвердилось сливами продаж, чтобы вы понимали, Series S продалась там в соотношении около 75% к 25% Xbox Series X. Что дает понять, что основная аудитория на боксе это люди, играющие на Xbox Series S, что в целом не даст филу его команде просто так взять и отказаться от младшей модели. И опять же, глядя на это, моя теория все еще верна, что скорее всего Xbox Series S, несмотря на весь хейт разработчиков, проживет ровно так же, как и Xbox Series X, скорее всего. Ибо в случае отказа от младшей модели, Microsoft откажется от очень большой аудитории Xbox, что в целом крайне ударит по их репутации, подписке и так далее. И знаете, та самая Series S, это по сути сейчас проблема как и для разработчиков, так и для майков. Ибо вспоминая, когда выйдет, например, на Xbox High Project Baldur Gates 3, да, мы можем предположить, что такая история, она может повторяться, но уже с другими играми. И у майка в этом случае получается и не сюда, и не туда. Большинство игроков на Series S, но за счет нее проблемы с разрабами. И чем дальше это все будет идти, тем, видимо, проблем будет только больше, что в целом ухудшает состояние не только Series S, но и все линейки Xbox, ибо мощная цепляется за младшую и наоборот. И если вернуться к тому самому уникальному предложению, то консоль манит пока лишь ценой, а-ля доступностью и в играх, и в платформе, ибо и консоль дешевле, и сами игры с подписками тоже дешевле. А еще уникальное предложение в том, что это все-таки консоль, устройство, в котором ты нажимаешь D-кнопки и играешь. Да, конечно, в России нужно уже поковыряться с DNS, но это уже другая история. Что касаемо именно актуальности игр, иногда приходится потерпеть и не быть на хайп-тренде, и это к сожалению. Как по мне, сейчас Xbox это просто дешевая платформа, некий входной билетик для того, чтобы начать вариться во всей этой игровой теме. Ну, а также получать множество игр на халяву или ловить расслабон по вечерам, не требуя какого-то максимального разрешения или там уровень графики. Никто не говорит, что это плохо, просто если сравнивать, к примеру, с конкурентом, то он вот это вот УТП Xbox, он немножко подстер. Если та же подписка Game Pass, это был по сути единственный на рынке такой сервис, то сейчас у Sony появилось что-то аналогичное. И несмотря на то, что объективно Xbox Game Pass мощнее, подписка PlayStation Plus, там, Extra, Deluxe, неважно. Она все равно очень похожа, что делает альтернативу выбора. И туда уже подключаются другие критерии. Как выглядит игра, какие эксклюзивы, какой геймпад и так далее. И несмотря на то, что многие не хотят признавать их ценность, а именно эксклюзивных игр, при выборе это значимый фактор. Ибо покупая ту или иную консоль, вы покупаете ее, в первую очередь, ради игр. И купив неправильную консоль, вы, по сути, обрезаете себя от некоторых их числа. Хотите Паука? Ну, нужно покупать Sony. Хотите Starfield, Gears of War, Forza? Покупайте Xbox. Все крайне просто и, опять же, это просто ваш выбор. И плойка, что касаемо игр, дает вам, наверное, даже больше. Больше каких-то хайп игр. Новую, там, не знаю, технологию VR, какие-то доп-плюшки в играх а-ля двойной опыт, ранний доступ, дополнительный персонаж. Xbox почему-то в таких мелочах, он не запаривается. И для меня, как и для игрока, который тоже хотел бы, ну, не знаю, получать какой-то бонус, быть в актуальной теме со всеми, да, иногда, ну, возникает проблема в этом. Просто, что касаемо подписки, и несмотря на ее мощь, действительную ценность для игрока, на мой взгляд, майки загнали сами себя же в яму. И в которой, из-за своих же обещаний, они не особо охотно будут вливать много денег в проекты, поскольку они их раздают, по сути, за подписку. И если взять ту же Sony, то у них стратегия простая и более выгодная для них же. Хочешь геймпасс, у нас есть почти такая же альтернатива. Хочешь крутых экзов, ну, чувак, подожди, потерпи, фиг знает сколько их в подписке, либо плати. Ибо за хорошие игры игроки платят, и будут платить, и Sony об этом прекрасно знают. А Xbox почему-то тоже об этом знает, но он не делает тех качественных игр, которые батят на покупку Xbox. А майки за счет своей благородности, просто, к сожалению, мне кажется, уже не видит смысла делать какие-то сноукшибательные, самое главное, качественные проекты. Поэтому на данный момент они выпускают все ради количества, и иногда утверждают тот самый Redfall. Чтоб просто люди не отписывались и были подписчиками ради пополнений. Это а-ля, знаете, иногда контентмейкеры делают видосы, чтобы от них не отписывались. Здесь работает такая же тема. И несмотря на те самые проекты от Xbox, я имею ввиду эксклюзивы, многим не особо хочется за них даже платить. Нету какой-то надобности, ибо ты можешь купить подписку, и такова стратегия самой Microsoft, которая она и сама же продвигает. И с последнего выходящего, не особо даже хочется ради таких игр посоветовать купить консоль. Кто, например, посоветует купить Xbox ради Старфилда? Мне кажется, больше людей предложат собрать ПК, ибо там все-таки доступны моды с переводом и 60 фпс. Кто-то посоветует взять Xbox ради Redfall? Не думаю. Forza Motorsport тоже как-то не блеснула по исполнению и получилась весьма не впечатляющей. Понятное дело, что в эти игры можно играть, получить удовольствие, но стоит признать, что взяв плойку, у вас будет больше клевых и общепризнанных игр, как ни крутите. Ибо у Sony EXE это то, на чем они и держатся, и весьма хорошо. Выйдет тот же паук, вы увидите, как о нем заговорят. Вы увидите, как это капец, как поднимет ту же самую плойку в продажах. Да, конечно, Старфилд тоже поднял Xbox в плане продаж, но мне почему-то все равно кажется, что они не достигли тот самый финансовый результат, на который рассчитывали. Просто, на мой взгляд, еще проблема заключается в том, что Xbox не обязательно вообще брать как консоль. Достаточно просто приобрести подписку, которая, кстати, уже давным-давно есть на ПК. Да, немного урезанная, но там есть свои плюсы, поверьте. И, соответственно, для тех, кто шарит за ПК, проще уйти туда, ибо ценники они снизились, они смогут получать максимум от графона, а еще даже платить за подписку дешевле, играя в то, что душе угодно. Поэтому, если у вас есть ПК или плойка, вам не особо даже есть смысл оставлять Xbox. Даже при Steam Deck люди почему-то очень редко сейчас стали включать Xbox, вы понимаете? Если вы, к примеру, посмотрите на тех, кто топит за Xbox, вы поймете, что у большинства из них есть и плойка, и они ее купили даже несмотря на то, что для них Xbox это якобы во всех параметрах лучше. Возьмите Пуляева, возьмите там Xbox Fenix, допустим, да у них у всех есть плойка. Ну или возьмите там, например, DeadPee 47, который иногда защищает Xbox, и вы поймете, что несколько раз покупал одну и ту же плойку пятую ради раннего доступа колды, еще каких-то игр. Тот же Xbox он купил, по-моему, один раз и продал его, и в целом играет в игры Майксов только на ПК. Алене, если это не так, ну, исправь меня. Просто это пример того, что та же плойка, несмотря на свою жадность, плохое отношение, байтит вас на то, что вы купили ее, и купили игры на нее. И у нее это прекрасно получается, даже лучше, чем у Xbox. И честно говоря, смотря на те самые проекты, которые мы ждали долгое время, как мне кажется, действительно круто стрельнул тот самый High Forage, который оставил неожиданным анонсом и качественным оптимизоном положительные эмоции у игроков. И то вы можете, опять же, не покупать Xbox ради нее, а купить, например, ПК и на Steam Deck. И если взять вот эти все абсолютно факторы, саму стратегию Xbox, то можно понять, что несмотря на то, что Xbox как консоль даже по слитым документам вроде как остается главным звеном их стратегии, все это говорит об обратном. Единственное, что они капец как пиарят и продают, это подписку к геймбасс, опять же, ради которой сам Xbox покупать не стоит. И чтобы вы понимали, когда я говорю об Xbox, я говорю именно о консоли. Именно о консоли, потому что я консольщик, я люблю Xbox как консоль. То есть, если, например, от консоли ничего не останется и останется лишь бренд, мне будет на него все равно. Единственное, чем я буду пользоваться, это, наверное, играть в их игры на ПК, все. Но мне важна консоль, мне не хотелось бы, чтобы она когда-то там поумерла или погибла. И поэтому в целом уже там два года я не особо, я бы сказал, поддерживаю ту политику, которую они ведут. Я думаю, что как раз-таки та самая покупка Activision Blizzard это какой-то, знаете, такой последний шанс на светлое будущее для них. Если вдруг вам все нравится на Xbox и вы просто не чаете в нем души, то хочу расстроить, что сам Фил Спенсер, он сомневается в нем. И тогда, когда был суд, он сказал, что они могут уйти с игрового рынка, если Xbox Game Pass даже, ну, просто не покажет значимый результат. Я думаю, что как раз-таки та самая покупка Activision Blizzard это какой-то, знаете, такой последний шанс на светлое будущее для них. Я верю этим словам Фила Спенсера по нескольким причинам, поскольку неоднократно было сказано, что Xbox Game Pass, он не достигает желаемых результатов. Смотря на его структуру, из-за которой майкам приходится постоянно вливать туда деньги, заключая там договора и выкупая первые дни доступности по той или иной игре и тратя сумасшедшие просто деньги, можно предположить, что это можно делать, конечно, да, потому что у майков есть считанные бесконечные деньги, но опять же, люди уходят, люди приходят, и мега роста, на который рассчитывают майки, не происходит. И для них в какой-то момент просто не будет смысла доить корову, которая не приносит молока. Для кого-то такое высказывание, возможно, покажется бредом, типа, да не может быть, как это так, они возьмут и закроются, поверьте мне, такое может быть. И по майке они в свое время закрыли линейку Lumia, они бросили свой стриминговый сервис Mixer, который выкупали и развивали, кстати, они это сделали мега внезапно. Они за борт кинули кинет, который был неотъемлемой частью Xbox, и на который они тоже капец как рассчитывали. И вы думаете, для них будет проблема выкинуть Xbox за борт? Я думаю, нет, ибо вкладывают они в него очень много, да, и, соответственно, если они перестанут это делать, то, мне кажется, у них денег просто станет больше. Единственное, что может спасти ситуацию, это качественные игры, но они их почему-то не делают и, по сути, ставят ставку на покупку Activision Blizzard, поскольку это крупное вложение, это мощное приобретение, и для игроков, получая в дальнейшем в подписку серию колды, будет реально мощный байт поднять популярность самой подписки. Да, чтобы вы понимали, сделка закрылась в пользу Xbox, и теперь стало известно, что Бобби Котик уйдет в начале следующего года, возможно, будет перезапуск Guitar Hero, игры Activision добавятся в подписку Game Pass там с 24-го года, и, казалось бы, это Xbox победа, колда теперь будет на боксе, но по предварительным данным, конечно, мы сами не знаем, какие они могут быть, ибо с беседкой обещали то же самое, колда будет выходить на Nintendo и на плойку до 33-го года, и, возможно, все остальное, что будет выходить, она останется мультиплаформой, конечно, не факт, но по заявлениям пока так. Но, как мне кажется, наверное, самый лучший байт из всей этой новости, это то, что колда будет в подписке, особенно новая, конечно, это не факт, да, и не знаю, когда она там добавится, но, на мой взгляд, это действительно хороший байт. И самое главное, это реальная выгода для игроков, но, знаете, глядя на то, что произошло за этот срок, а именно покупка новых студий, анонсов каких-то эксклюзивов, выпусков новых консолей, у меня бы есть за то, что Фил Спенсер просто не сможет удержать все это в нужном направлении. Поскольку, знаете, вспомнить, к примеру, ту же беседку, от которой все ахали и охали, и которые почему-то вдруг забыли все провальные ее проекты на момент покупки, они успели сделать Redfall, сделали Starfield, который, опять же, мне кажется, не оправдал тех самых результатов, которые на них возлагали. И любая популярная и крутая франшиза может просто в какой-то момент рухнуть и замениться на другую, как это бывает, и ни один бренд не вечен. И, если честно, я немножко боюсь, что после ухода Бобби Котика Фил может просто просрать ту же самую колду. Опять же, в свое время, знаете, думали, что Ноки впереди планеты всей, и что она будет всегда там существовать, она будет в топе, да, потому что ее просто невозможно было догнать. Но появилась Эйпл, взяли и нагнули рынок смартфонов. Тоже может получиться и тут, и исключать такого точно не стоит. Знаете, если с консолью у них не получится, я думаю, что они могут просто попытаться уйти либо просто в сервис подписочный, а-ля играй где хочешь и на любом устройстве при помощи подписки, либо же в мобилке, на подразделении которой сам Фил неоднократно намекал и выставлял как главную причину покупки Activision Blizzard. И меня это, кстати, немножко пугает. Понятное дело, что это может сбыться, может быть нет, но боясь за будущее Xbox'а даже при покупке Activision Blizzard, оно точно есть, ибо глядя на соотношение консолей на продаже, легко можно сделать вывод, что Плойка, она крайне комфортно себя чувствует и даже не боится накидывать ценник за свою новую консоль, зная, что она продается более чем хорошо. И даже при наличии более дешевые альтернативы. И поскольку сам Фил по заявлениям уже смирился, что они Плойку не догонят, что ранее у него были совершенно другие мысли насчет этого, опять же все на это намекает. Честно, я не хотел бы, чтобы это вообще все произошло, и Xbox там закрылся в 28-го, может быть после 28-го года, поскольку конкуренция даже такая, она важна. И как минимум она не даст той же Плойке сделать абсолютно все, что вздумается. Там, не знаю, облачно поднимать ценник, не думать над качеством проектов. Это, конечно, уже проскальзывает, но если вдруг по каким-то причинам в консольном рынке будет монополия, и останется лишь один игрок, либо Плойка, либо Xbox, поверьте мне, лучше от этого не станет никому. Поэтому, честно говоря, вся эта ситуация меня немножко пугает. В любом случае, Xbox, он точно не умрет, мне кажется, до 28-го года, не умрет, мне кажется, в свежем поколении, но он точно как-то изменится. А покупка Activision Blizzard станет еще одним этапом стратегии Xbox, и очень интересно, что она покажет, и какие плюшки внесутся для игроков. И если они сделают колдул в подписку, и как со всеми экзами она будет попадать в первый день релиза, на мой взгляд, они смогут получить реальный буст роста подписчиков, но, опять же, на это надо посмотреть, поскольку мы не знаем до конца всех договоренностей, ходов, мексов, поскольку может быть абсолютно все, что угодно. Поэтому верим в то, что Xbox действительно знает, что он делает. Несмотря на эти новости, мысли, я вам все равно советую покупать то, чему больше лежит душа. Нравится Xbox? Купите Xbox. Нравится плойка? Берите плойку. Играйте в то, что по кайфу и получаете удовольствие. Потому что все вот эти разговоры, это просто разговоры ради разговоров. Вот и все. А там уже будет видно в дальнейшем. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайк, обязательно пишите свое мнение, что вы думаете на этот счет. Не забывайте подписываться на канал. И большое еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.